Ситуация такова, что в этом ресторане собираются, ну как бы свои, он называется Иняка, и вы даже не произнесете нормально слово, что это такое. Просто этого не знаете. А вот то черненькие, у нас же страна, колонии бывшие были, они знают, они сюда идут. Или идут местные, вот недалеко отсюда, где-то вот там, ну метров 300, дадут знаменитую вишневку. Вишневку, такая наливочка, называется Жинжа. А, это местная такая, да? И вот все пишут, что это в городе обе души и так далее. А на самом деле она совсем рядом. И вот местные жители Лиссабона туда приходят вечером, так что подошву уже нельзя поднять. То есть перед тем, как поехать домой к женам, мы зашли по рюмочке, по трынделе и себе спокойненько домой. А вот хозяева, уже не в первом поколении, они кушают вот за тем столиком. И если вы их не знаете, то вы пройдете мимо. Ну, если вы там два-три раза заходили, вы видите, что они с бочек там наливают что-то вам. То вы поймете, что это те люди, которые уже там, ну, ну, семь, наверное, поколений, они занимаются вот этим делом, потомственные. Они кушают все. Поэтому, а рядышком справа-слева всякие ресторанчики там, ну, типа такого, пожалуйста, зайдите, мы вам дадим два портвейна бесплатно. Ну, и вы как бы, да-да, только потом в счете будет написано «благодарность» на португальском. Это будет «гратификассоешь». Ну, такое слово есть, не моральтесь. Но там будет точно то, что вы еще не ели и не пили. Правда, если портвейн стоит там 3 евро, самый дешевый, исходя, что бутылка стоит, ну, 5, там, тауны какой-то самый свеженький. Просто будет цена в два раза накручена. И оно включено в счет, это тот ресторан, и этот страдает этим же. А потом там всякая итальянская еда и все остальное. Поэтому я, это не суперресторан, но здесь бывает много людей местных. И с так глазом, да, турист попадает. Все-таки есть зазывалы, они зазывают. Ну, как бы компания собирается своя. То есть, если какие-то, кстати, я смотрел вон по TripAdvisor, TripAdvisor там, очень неплохо, как бы, позиционирует себя. Да, где-то он 4, ну, можно зайти просто проверить. Я сторонник, ну, как бы, фактов. Можно рассказывать, что хочешь. Ну, вот человек приехал там из России, из Украины, из Руси. Этот чес может быть бесконечным. Вопрос в том, найти профессионала, который точно тебе скажет, как это есть. И если ты скажешь, покажи мне это на португальском, я включу переводчик, вот допру, ну, как бы пойму, что это такое. Так же касается и экскурсии, так же, в принципе, всего-таки касается. Может быть, какую-то вашу историю как приехали? Это не секрет? Нет, не секрет. Моя история достаточно проста. Выходец из Советского Союза. Мама когда-то, ну, родился в Германии, и поэтому у меня в паспорте сейчас очень недоразумение. Исходя из того, что я знаю русский язык, потому что рождение Германии, а национальность португалец. Вот немцы не могут понять, на кой нужно было немцу стать португальцем. Они просто не знают, что я... Это был ограниченный контингент советских войск, там был хороший аэродром 7-й дивизии Люфтваффе, а мы сегодня в такой красивый день собираемся, самое время переметнуться где-то в Берлин и там стоять с лентами и так далее. Ну, например, мама кормила летчиков, папа обслуживал самолеты. То есть, ну, приезжал в Брежнев, в Громык, это были серьезные учения, в 108-го или 69-го года, я уже давно было, не помню. Вот, и я родился там, потом жили в России, на Украине. Ну, захотелось что-то изменить, не устраивало то, что есть. Нас здесь никто абсолютно не ждал. То есть, после каких-то высших образований, бери лопату, ну, как бы, 10 кубов бетона надо сделать за день. 10, да? Здесь. И спекулировали на продаже рабочих мест, и сейчас спекулируют. А вот еще 10? Да, обещают, обещают вам, да. Эта волна была очень жесткая, 98-го, 2000-го. Мы платили двойную таксу 600 евро, а так брали по 300. Это что, вот, проезд как-то, да? И потом завтра вас сразу выгонят, и скажут, извини, ты плохо работаешь. А, это кедал такой, я не спать, не подоюсь. А вот здесь за поворотом мы приезжали, и как вот, все-таки Португалия, это работорговля, и на площади Мартин Муниш, возле отеля Мундиаль, ты стоишь, подъезжает какой-то человек, посмотрел на вас, ну, есть живот, значит, работать может, давай. И живот улетел за, ну, за дней 30 точно, минус 16 килограмм. А, ну да, при таком физическом труде, конечно, работорговляет. А, с учетом сырости, надо пальчики было так разгибать утром. А, даже так? Да. Ну и блохи донимали. Вижу, от климата надо, если желатность повышен, поэтому мы сразу тело буквально, скажем, плохо сочувствуем. Вы будете гулять по городу, посмотрите, где есть кондиционер на домах, и почему они такие серого цвета, и вам будет все понятно, и почему португальцы пожилые ходят даже в жару в теплых кофтах, пожилые, и будете знать о следствии Волтер-Эн. Это сырость, то есть, если заходишь в дом пожилой женщины, и она не может подняться на второй, третий этаж, ну, и я скажу, костюмы в плесени, зайду еще раз, сниму, вам отправлю. Костюмы в плесени, ну, в плесени. А, если он стоит в очереди за тобой, а у них денег-то нет, у нас самый дорогой свет, 21 цент, киловатт стоит, да, евроцент. 21, наверное, поднимут, поэтому не все могут позволить себе это шоу. Они смеются с нас, говорят, как же ты в 30 ходишь? Как ты в 30 ходишь? Морозы, у вас же там в России морозы бывают, правда? Да, да. А здесь же позитивчик всегда. Я им говорю, ребят, ситуация простая, просто, понимаете, как, когда даже минус 35, я же кратковременно на улице, а когда зимой в квартире плюс 8, влажность 100, кости просто рассыпаются, и все. Медленно так. Да. А самое интересное средство – это Волтер-Эн. Волтер-Эн, там база диклофинака, но оно не помогает. Там 0,1. Волтер-Эн стоит 12 евро. Сам пользовался, скажу точно. Какая мазь от суставов? А, суставов? Все болезни называются тендениты у нас, и старики все проблематичные. Они же не знают, что страна там есть, Россия, и там есть баня. То есть какие-то дураки лезут в такое помещение, там, где очень жарко, и бьют себя вениками. И у них, как бы, с костями проблем нет. И у меня есть баня дома. Здесь тоже? Да. И я рву такие венички. У нас очень много эвкалипта. То есть вы думаете, что пробка, но это не так. Сегодня доминанты у нас – это первое – сосна. Такие грибочки будете ехать, ведь грибочки – сосна. Она смыкается, очень хорошо, очень комфортно от жары и так далее. Второе – это эвкалипты, а третье – это пробковый дуб. Ну, все-таки пробковый дуб. Ну, в Португалии – это пробка. И вот я ищу молодой. Он называется… Можно все это потом пересмотреть, найти в интернете. 200 лет назад тому привезли эвкалипты. Он называется «Глобулус» сорт. И он-то круглый лист, а потом, когда он становится стариком, он сразу начинает расти и тянуться. То есть вот у меня в багажнике сейчас веники в коллективе лежат. Это бесплатный деодорант или ароматизатор воздуха у меня. То есть я попарился, бросил и все. И там такие листочки, что руками, если его возьмешь… Скажем так, если срезаешь ветки без перчаток и без ножниц, руль приклеишь. Ну, если будет интересно, у меня все это есть в Инстаграм. Какие именно я побеги выбираю? То есть это не тот, который вытянут, да? А который круглый. И его взять руками не взял. То есть я его не запариваю, я его не замачиваю. Вот пошел, сам споласкивайся, а в тазик его помакал. Чуть, ну, все-таки природа, сырость есть. И получается так, что ты уже паришься. Зайдешь в баню, махнешь два раза, и ты понимаешь, что это запах. Ну, а мои истории просто приехали сюда. Да, нас наши, кстати, знакомые попытались обмануть и взяли… Это вообще можно как какая-то аксиома или просто смеяться с этой историей. Когда наши знакомые нашли нам работу не за 300, а за 600 долларов. Но еще не было Ишкуда, были еще тогда… Не было, вернее, евро, было Ишкуда, то есть португальская старая единица, поэтому все считали в баксах. И они нашли нам работу, да, кратковременную тоже. И договорились, что нас будет ждать человек, который знает русский язык. И сказали вот точку, как я вам сказал, где мы встречаемся. И мы с одним товарищем стоим. Впереди стоит такой автомобиль, ровер красного цвета, и там такой ниггер сидит здоровый. И мы стоим-стоим, стоим-стоим, и пытаемся вспомнить английские слова. Ну, как-то надо, когда человек подойдет, хоть что-то ему сказать. А этот негр смотрит за нами, и мы там что-то обсуждаем, он подходит. Чего стоите? Быстро сели в машину. Оказывается, он в Краснодарском крае учился, а жена у него русская. Зовут его Миллер. И когда мы начали работать, до него дошел слух, что его рабочие продали нам это место в два раза дороже. Наши друзья. И он на хорошем русском как-то подъехал вечером, забирал нас, говорит, слушай, скажи мне это самое, сколько ты заплатил за работу? Ну, твой друг тебя же устраивал, ты же с ним, ну, друзья. И я говорю, с трудом, но за 600. Он говорит, значит, а эти друзья хотели нас сплавить просто, убрать с этого места и других посадить. И это как бы, ну, грубо говоря, вот я работаю здесь, есть два свободных места, и у меня идет конвейер. У меня идет разводной конвейер, почему я знаю, потому что я жил, вот раньше здесь не было отеля, мы спали здесь наверху, вот напротив. Поэтому это место как бы мне знакомо. И он говорит, значит, сделаем так, а своим друзьям скажешь, что ты им денег не дашь, и твой друг тоже денег не даст. Вы будете мне работать постоянно, пока вы мне нравитесь, а с первой заработной платы я удержу с вас по 300 долларов. Вот такая у меня была история. Ну, он решил так, если не нравится, ты можешь начать свою жизнь и опять его там стоять, и как в древние времена тебя будут покупать утром, могут не заплатить, могут заплатить. Если это родственники приглашали, то нет, хотя все зарабатывали деньги. А потом те приезжали в день зарплаты к вам вечером в квартиру, когда у вас там в комнате 10 человек, и ну, грабили вас. А еще грабили? Но он же знает, что сегодня хозяин дал деньги, правда? Поэтому я скажу тому, тот подъедет, не один, с красивыми такими хлопцами, с широкими плечами, и они вас вытряхнут, как собаку. А это рейки даже такой было здесь? Причем точно. Это же тут угадывали, я думаю, только в России, а в Раке, здесь тоже такое было. Нет, это группы молдавские были, украинские. Я некоторых вижу, они, правда, отсидели в местах хороших здесь, они не поехали домой сидеть. Ко мне тоже хотели приехать. Я сказал, приезжайте, я всем вам покажу все, что нужно, и все деньги отдам. Вы приезжайте вечером. То есть ко мне были такие тоже звонки, смс-ки напрямую. Потом, слава богу, правительство страны. Я удивленно увидел, мы же все ходили на почту вестернам отправлять, вариантов-то не было. Нас там тоже отлавливали. Стояли ребята, так посматривали. То есть фейс не португальский, значит он с деньгами пришел. У него другой цели нет. А на почте начали вешать такие таблички, что кто приехал на русском языке. Кто приехал на заработки, у кого вымогают деньги. Вот номер телефона, звоните по нему. Там есть русскоговорящий человек. И я знаю тех, лично знаю, которые вызывали, назначали встречу возле магазинов немецких, это Lidl. И стояли с конвертами, подходили к вам компании, а потом из машин выбегали другие компании. И они ударно сидели в тюрьме. Это же полиция, да, уже смогла таких вот убирать? Уже она работать начала? Да. То есть случаи участились. А я говорил знакомым, ну как ты с этого бедного украинца, который, ну там, он отказывает себе во всем, чтобы помочь жене, детям, и оно несчастное, его и так обманывает хозяин. У него нет ни социальных страховок, нет ничего. Как ты с него можешь деньги брать? Тебе просто надо убить или там распотрошить вживую. Как ты можешь у него забрать? Ты подойди у меня забери. Вот хочешь, подойди у меня. Или такого здорового мужика найди, он тебе все объяснит. Ну, то есть такое было. А потом эта вся волна ушла на нет. Потом, как всегда, президенты на внеочередные сроки или новые президенты хотели получить, как и везде в мире, голоса избирателей. Ну, соответственно, объявляли компанию, амнистировали нелегалов, таких как я, и давали кратковременные такие промежутки, что, мол, за месяц можно приехать в СЭФ, это СЭФ, то есть по делам иностранцев, и получить, соответственно, документы разрешительные, то есть получить первую легализацию, то есть рабочую визу, которая перетечет, если ты будешь нравиться хозяину, если будешь работать много, больше, чем все остальные португальцы, так никто не хотел тебя и не взял бы, и не взял бы дальше с продлением. И ты каждый день, каждый год ждал этого срока продления, потому что хозяин тебе не продлит, ты вылетишь отсюда. И в моем случае я перешел со строительных работ на одно предприятие, там был человек тоже интересный, скажу так. Мы работали как не лучшее, я тогда говорил друзьям, что неграм, говорю, у тебя кожа черная, говорю, вот у меня кожа, видишь, черная. Ты белый, потому что ты с Анголы, у тебя документы есть, а я негр. Но это тоже прошло, когда пять лет ты уже прошел все эти визы, имеешь право приблизиться к получению или рассмотрению вопроса о гражданстве. Потом мы, конечно, говорили работодателю, что я работать больше не буду. И у нас есть профсоюзы, которые берут один процент, самые разные профсоюзы защищают рабочий класс, в том числе и коммунистические. Мой профсоюз недалеко отсюда, это Алмирант и Рейш, и я платил один процент. И когда стал вопрос о том, что меня хотели со мной что-то сделать, ну, идет чейндж, постоянный обмен на рабочие силы, или ты не нравишься, тебе просто выбрасывают. Это нормально. Это нормально и везде в мире, ну, всякое бывает. Они дают адвоката, и мне один старый пожилой португалец говорил такую фразу. С 1974 года это предприятие выбрасывало людей португальцев, не иностранцев, и ты не докажешь ничего. Когда я получил чек с компенсационными деньгами, то есть, грубо говоря, сейчас я веду в курс дела, ситуация простая. У нас есть два статуса. Временный и постоянный работник. Я уже не знаю, я сейчас работаю на себя, но раньше было так. Три года, три раза по пол или году, если ты добьешься, что тебе продлевают контракт, ты переходишь в статус постоянного. Тебя могут выбросить на этом пути, но если ты прошел, это зачет. Почему? Потом контрактов не подписывается, уже контракта у тебя нет. Но если с тобой расстаются по-хорошему, потому что по-плохому не так, ну, это длинная тема, то тебе дают за каждый год компенсационные деньги, исходя из минимальной заработной платы. Например, я проработал 10-12 лет, мне, например, 12 минимальных зарплат, отпускные, и плюс такую подпись, что на бирже я буду получать деньги. Это должно быть объективное, скажем так, причина увольнения, что мы сокращаем штат, что-то еще, потому что так ты на бирже получать ничего не будешь. Безработица у нас есть, ты можешь стоять, она фальшивая, денег нет. Если ты проработал 10 лет, два года будешь стоять на бирже. А эти сроки меняются, законы тоже меняются. Я говорю только лично про себя. И я получал еще на бирже деньги, исходя из того, что от средней заработной платы до 65% я могу получать пособие. Два года прошло, я остаюсь на бирже, но денег могу не получать. Если моя жена работает, я не получаю. То есть они смотрят, хватает ли нам, и решают таким образом. То есть не все просто. А еще семью просмотрят, да? Они называются агрегатом фамилиар, то есть у вас сколько есть на вашем содержании, на вашем балансе маленьких, или ребенок твой уже пошел на работу, соответственно, ты не будешь получать их деньги. Ну, например, там они все скажут, там все расписано, все это можно посмотреть. Но, когда Португалия заняла ОМВФ деньги, кстати, их ударно отдала, в отличие от других стран Европы, там были трюки по поводу нагрузки на предпринимательский наклад предпринимателей, и они там финтили, как хотели, то есть могли крутить вот этими законами, что не давать компенсационные деньги по-разному. Ну, например, есть два человека, А и Б. Вот вы работаете 30 лет на предприятии, вы пожилой человек, и вошел в это предприятие объект какой-то другой, который знает компьютер, там что-то еще, и получается такая ситуация, что работодатель вправе принять решение, кого уволить. Игралось так. Мы должны вас оставить, хоть вы и пожилой, но вы создавали это в предприятии, или человек новый, но он лучше, потому что он знает компьютерную технику, за ним будущее, и вас увольняют. То есть называется сокращение штата. Цель такая, мы повышаем предпринимателю налогообложение, а он играет с народом, как хочет. Может их выбрасывать, давая разные различные мотивировки. Когда это наступает, надо идти именно в профсоюз и пытаться добиться там правды. То есть они дают адвокаты, говорят, нет, вы не имеете права человека так просто уволить, или это должно быть как-то сделано, ну как сделано? Так уволишь, ничего не получишь. Значит, надо сокращать рабочую единицу и подписывать закон, подстраивать код молодого или пожилого. Что-то сложно уволить кого-то, да? Если не постоянный, можно уволить. Есть вторая схема. Значит, поскольку у больших предприятий и хозяев есть адвокаты, делается просто. Ваши друзья уже вам не друзья. Они сообщают, когда вы поздно пришли на работу, когда вы не выполнили правильно, какое-то задание, когда вы не сделали, допустили какой-то брак. Они за вами смотрят и сообщают хозяину. Потом это все, а все это аннотируется, и потом вас приглашает шеф и говорит, ты ушел тогда раньше, ты пришел позже, ты не выполнил это. И тогда он делает ход конем. Он показывает, что вы несостоятельный работник, и вы вылетаете без компенсационных денег, без права на бирже получать деньги. Вам дают отпускные и заработную плату на текущий момент, когда вас уволняют. Ваше будущее – это ваше будущее. В этом случае опять помогает. Потом я не говорил ни с кем. Адвокат созванивался, и хозяин со мной не говорил, вернее уже хозяйка, там тоже было изменение. То есть мы не говорили, я приходил ровно, он сказал, твои друзья, запомни первые, не твои друзья, они же первые тебя сдают. И у меня был тот человек, который тоже говорил на русском языке, он же потом мне сказал, когда я уже уходил, а я ей вообще-то все рассказываю. Я хозяйке все рассказываю. Когда ты приходил, когда ты не приходил. Хотя он мило улыбался тебе на протяжении последних двух-трех месяцев. Я не буду трогать португальцев. Я просто говорю о том, с кем ты мог где-то выпивать, где-то о чем-то общаться, какие-то услуги оказывать или помощь. То есть это я тоже прошел. Он улыбаясь сказал, что все. И когда наступил этот момент, меня вызывает адвокат, говорит, никого нет, кстати. Там, где мы собирались, в кабинете директора, то есть все сразу куда-то удалялись, был приказ. И он говорил, ты показывай мне бумажку, ты хотел вот это, да? Такие компенсационные деньги. Тебя устраивает? Я говорю, да. Ты хотел на биржу? Да. Ты хотел на это? Да. У тебя пять минут, ты сейчас поднимешься наверх, заберешь все-все-все свои вещи и придешь сюда и заберешь чек. Подпишешь документ, и ты больше сюда никогда не придешь. И когда я выходил с чеком, я единственное, что смог сделать, когда сидели работники секретариата, и они смеялись, ну как бы мы португальцы, пожилые, мы все это знаем, ты не пробьешь эту тему, и тебя они сделают, как всех нас сделали с 1974 года. Я просто чек открыл, сумма, и вот так прошел. Я погрузился в автомобиль и пошел в свой бизнес. Но это был длительный процесс, это была масса нервов, я скажу. Глаз начал дрожать от стресса. Почему? Давление сперва оказывается на тебя и смотрят, как ты реагируешь. Ну, например, тебе задание, вот 18 рабочий день заканчивается, ты должен работать позже. Я спрашиваю, ну я уже поговорил, был в синдикате, потом в инспекции по труду, они все это просмотрели, и адвокат синдиката говорит, в 18.01 ты выходишь и не комментируешь, что тебе не говорили. И когда я первый раз вышел, мне сказали, ты решил уйти, мы с тобой поработаем. С 9 до 18. Нет, ты должен остаться и еще работать. Бесплатно. А если ты не сделаешь этого, то когда тебе что-то будет нужно, в больницу поехать, отлучиться, еще куда-то, не факт, что тебе сколько-то работать. Жестко, что было? Когда ты остаешься, все красиво. Когда ты начинаешь показывать свою фе, все моментально меняется. Но сегодня в принципе все очень хорошо. Сегодня свое дело, но к этому надо прийти. В Португалии денег заработать нельзя. На работе, на кого-то. А не на кого-то, это не так сразу. Страна принимала и принимает людей, состоявшихся. Уже более 100 лет это безопасный рай на планете Земля. Вы зайдете в интернет и посмотрите. Глобальный индекс миролюбия набираете в интернете. Португалия была за последние 100 лет всегда в топ-10 самых безопасных стран мира. После терактов в Брюсселе у меня была группа туристов из Брюсселя. Семья, часть семьи, а часть семьи была из Америки. И они собрались здесь отдыхать. И когда американцы отправили своих, я утром пил кофе и я чуть не ошалел от того, что теракты были там. А они летели и машина стояла у них в Брюсселе. У них рейс опаздывал, терактовый, я могу соврать, но мне кажется, это было в 10 утра. Хотя это было не вчера и не год, и не два, и не три назад. Но просто память работает. Где-то в 10 я уже смотрел, что новости пошли, а они должны были, подлетали. Их сразу же отправили где-то в Германию. И они потом машину через 2 дней забрали. Португалия сразу же пошла, где-то была на четвертом месте из всех стран под безопасностью. Через год, не помню, как там считать лучше, была на третьем, сегодня на четвертом опять. Это означает, касается, сколько было гражданских войн, сколько раз участвовало. То есть этот индекс миролюбия, он включает там порядка 26 позиций или 24. Позиции какие? Сколько раз страна участвовала в мировых войнах, сколько было гражданских, каких-то других внутренних конфликтов, разрешено ли оружие на руках, сколько зэков, сколько тяжелых криминальных преступлений, сколько пятых колонн иммигрантов, которые вздоровут общество изнутри. Поэтому Португалия сегодня этими, скажем так, по рейтингу очень хорошо котируется, но она принимает только тех людей, которые заработали деньги. У нас есть большая эмиграция британских и французских пенсионеров. Да, я их вижу, они плохо знают португальский язык, они покупают свой дом, там живут, переезжают, подписал бумажку, пенсия переходит, и они живут себе очень комфортно. Уже не живут ни в Англии, ни во Франции. Я думаю, что они как-то, чтобы получать пенсию там, а не полгода здесь, полгода надо уезжать и взять туда. Зачем? А, уже можно... Я поставил подпись, деньги идут. Сюда сразу приходят. А зачем это делать? Система банковская очень хорошо работает. Я... Тем более, еще тут их пытались местные немножко грабить дома, было такое, там на юге Волгарви. Начали бригады контролировать полиции, именно пенсионеров, иностранцев. И наших проверяют тоже. То есть, так как, что вот у вас квартира, и вам там 70 лет, вы остались там, или 80, 90, что какой-то парень там заехал и ремонт делает. Нет. Если человека нет, там 3-4 дня, а умирали... умирали пенсионеры, потому что одинокие. Полиция подъезжает, бригада подъезжает. Петро видел, когда видели, ну, пенсионерам, которые в кафе сидят. Мы 2 дня его не видели, или 3 дня. Значит, туда наверх, и... потому что открывали, там человек, понимаете. Поэтому контроль. А если в вашей квартире там кто-то появится, то тут же заинтересуется, как он получил вот эту недвижимость, кто оформил договор, и так далее. То есть с этим, как бы, такие были у нас тоже лихачи португальские, решают. А потом квартира отходит, например, если у него там детей, никого, или государство получает? Они ищут наследников. Если не найдут там второе, третье звено, тогда, наверное, государство. Никогда вот таких прямых случаев, то есть не могу точно сказать, как там регулирует закон, но могу там влезть в интернет там на 3 минуты, посмотреть, точно сказать, что там законы пишут по этому вопросу. Не, я просто так... Ну, если будет интересно, вы мне просто напишите, а я там за пару секунд, ну, 3-4 минуты я гляну, что там у нас по этому вопросу, когда там, как наследство распределяется, если, ну, нет прямых. Ну, кто-то же должен быть из Поботи, ну, не знаю. Да, как-то должно быть. А то комфортно, страна комфортная, драк не видел, надо иметь телефон, не надо иметь, знать Степана Степаныча. Знать не знал и не знаю. 112, алло, ребята, я здесь стою, какие-то ко мне парни лезут. А, вы здесь работаете сейчас, да? Ну, я работал. А кто вот такие португальцы? Какой у вас образ такой? Вот они сидят, кстати. Вот это и вы из португальцев. Они по темпераменту, ну, нет, ну, взяли девочку новую, я еще даже не знаю, как ее зовут, но, видимо, она с какими-то китайскими корнями. А так вся компания, вот, не всегда они темные. Могут быть такие, ну, светленькие, как у вас волосы. Это очень нормально тоже, то есть, ну, есть и темная кровь, скажем. По менталитету они, например, мне подходят, потому что они немцы. Различие в чем? Различие в чем? Запомните главное слово по поводу дел, это амоня. Томэро. Документы подписываем? Завтра. Зарплата где? Завтра. Потом, в третий раз, как испанцы, маняна. А когда вы приходите и начинаете нервничать, вам говорят, калма, транквилу, спокойно, амоня. То есть, они любят посидеть, выпить. Я не понимал этого. Ну, москвичи не понимают этого. Там ритм бешеный, надо движение. И у меня в бизнесе такой же ритм. Но когда я не в этом ритме, я амоня. И я сейчас понял, наверное, через лет 15 я понял, что а солнце-то стоит, океан-то есть, классные вина есть, и жизнь проходит. Поэтому какое-то время надо работать, а какое-то время надо отдыхать. Главное, у них здесь не работа главная, у них здесь так. Работа главная, но вот я сейчас буду своим личным примером. Когда не было еще вот этих новых денег евро, мне ребята спрашивали, ты где? Я говорю, в Португалии. И что там? И что там Португалия? Я говорю, вот представь себе тумблер. И вот когда у тебя 8 утра понедельник, ты включаешь его, а без 5-6 в пятницу условно выключаешь, и ни о чем не думаешь. И работа была, и деньги были классные, и шкода лучше, чем на евро, в раз за два. И ты, в общем, голова технически не болела. Не надо, никто особо, я стрел статистику, не особо хотели заниматься предпринимательством, потому что и так было неплохо. Вот как мы уже раньше. То есть, сегодня, например, если брать людей бизнеса, я лично знаю тех, которые там работают, потом телефоны отключают просто, или не отвечают на звонки. А вот в те времена, смотрите как, пятница без 5-6, я звоню одному товарищу, его звали Паулу, или зовут Паулу, я думаю, что Паулу там жив и здоров, а он трубку не берет, а звонок идет. А в понедельник он перезванивает, говорит, там что, я говорю, бизнес был, он говорит, и как? Я говорю, это было в пятницу без 5-6. Он просто не брал трубку. Теперь у меня семья, дети, и я вижу, португальцы есть правильные тоже и неправильные. Выходные я часто вижу, когда папа, мама и сынуля или девочка мячик друг другу подают. То есть они не с друзьями, но шашлыки жарят. А я эти дни провожу с семьей, потом у меня работа, бизнес. То есть семья – это семья. Ну и второе, я только буду говорить личными примерами. Закончили мы экскурсию, туристы хотели поесть. Это были уже не первый раз гости, они из Прибалтики. Очень состоятельные, я скажу. И я поехал показывать вам не туристическую Португалию. Получилось так, что мы отобедали, а потом сидели просто что-то пробовали, о жизни говорили. Ну, как бы была неофициальная уже часть экскурсии. А ресторан закрывался, причем там тоже мои друзья, и хозяин, и официанты. Хозяин стоял, официанты потихонечку, ну, как бы закончили, ресторан опустил, они уходили, у них интервал с 14 до 17, 18, 18, 18-30, чтобы домой прийти, рядом живут там, ну, посидеть дома и так далее. И когда было где-то 16-30, я говорю официанту, там, мы нам дачу это, 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 а он говорит, я ухожу. Я говорю, как ты уходишь, ты не хочешь денег. Он так на нас посмотрел, человек был в возрасте, говорит одну фразу, что денег я хочу, но у меня есть семья и дети. Вы как были, так и будете, а семья может пропасть. Я им переводил, а вот хозяин сказал, ничего, ничего, я постою, там надо вам принести, там еще вина, чего-то сладкого, десерта я сделаю. Вот характеристика. Хозяин тут там, что у него бизнеса, а официанты что-то там получают? У нас есть просто форум гидов, и информация идет такая потоковая, как новости, и всякие темы поднимаются. Однесостоятельные люди взяли яхту, капитана, хорошую яхту, хорошего капитана и в океан. И время было оговорено, и им так понравилось, что они говорят, мы за любые деньги, там было сказано так, за любые деньги готовы с тобой еще быть, пока мы не устанем. А он лодку-то повернул, и он сказал, что вы знаете, вот вы мне не говорили, а у меня семья ждет, я еду с ними кушать. Они говорят, ты денег не хочешь? Он говорит, хочу, но лодку поворачиваю. Ну, значит, не все можно купить за... Ну, с одной стороны, так правильно, ценность трубили немножко, него там деньги показали, ты там можешь забыть про все, проработать про все. Я еще раз подчеркну, все есть, есть и такие, и такие. Я говорил о правильных португальцах, которые просто считают, что у меня есть семья, дети, и я не на шашлыки с друзьями, а со своей женой, со своими детьми. И телефон я просто возьму и выключу. Телефон я просто выключу или буду смотреть. Я доберусь в понедельник до предприятия, я вам всем покажу. И всем расскажу так, что будет мало до пятницы. Но когда я с семьей, это семья. И это важно. Так что, вот такая ситуация. А вот друзья португальцы вообще есть? С кем больше общаешься? С русскоголящими есть? Русскоязычная община не такая большая в Португалии. Я давно девочек из посольства не видел. Ну, можно просто перезвонить, но мне казалось, последняя информация была там 5-6 тысяч россиян, а диаспора украинская где-то 50. Говорили официально 40, сейчас где-то, может, 80. Опять же, эту информацию можно посмотреть. Поэтому, когда-то при посольстве российском, когда-то, это два года назад, у нас одна девочка, гид, занимается организациями, но это не очень всегда получается. Ее зовут Дарья, кстати, Белоцерковская. Так что, Даша, привет, если услышишь нас. А моя супруга, она тоже гид, она хотела, ну, как бы, что-то попытаться сделать, и это интересно. Но так этот проект как-то не двинулся, чтобы где-то собирать и так далее. То есть, какие-то мероприятия происходят, но они, ну, как бы, малочисленные. В зависимости от того, что мы разбросаны. Вот, если в Лиссабоне можно услышать русскую речь, я живу за статуей Христос Царь. Если бы я в магазине услышал русскую речь, я бы подошел бы к вам. То есть, я работаю с людьми, которые приезжают из России, Украины, Белоруссии, то есть, братские народы. Но где живу я, я знаю тех волны 2000-х, 98-го, но это единицы. Кто-то работает сегодня в Мюнхене, ну, как бы, там зарплата больше. Кто-то же поехал в Канаду, кто-то, нам же не надо пазать в визу. У нас в Америку 90 коридор, в Австралию 90, в Канаду 90. По Европе взял эту пластиковую карточку, приехал, нашел работу, социальный номер вбил, и пенсия пошла немецкая. То есть, нет-нет-нет, никаких проблем. Я не вижу. Здесь работают ребята, я утром, когда я встречаюсь с клиентами перед экскурсиями, пью там кофе в первом, втором, третьем месте, я вижу по лицам, по речи. Но это люди, которые недавно приехали, они, по ним видно, они, ну, как, это тяжелый труд просто. И лица их об этом говорят. А если брать, вот, представьте, если бы вы приехали в 2000-м, то у вас, там, где Лиссабонская ривьера, свой строительный бизнес. Вы немножко архитекторам денег даете, они заказики вам дают. Приезжают французики, я им экскурсию, а они потом, просмотр домов. Такие комплексные пакеты, подбор места жительства, потом планирование самого дома, дизайна интерьера, транш 30%, потом они опять уехали, работы идут, опять денежку привезли, а вы опять что-то показали, там, синтру или что-то. Ну, и потом последние, то есть, это строительные корпорации, ну, как корпорации, корпорации, это 10-20 человек, это уже считается, по португальским меркам, что он. Есть такие, кто реально, кто утищный приехал, открыл свой бизнес, реально там люди не работают? Практически все. А утищи все, или там никто не остался на уровне, там, другая? Сразу скажу, в процессе этого длинного пути половина уехала, вернулась, другие, даже, которые я лично знаю, там, вот я сейчас думаю о Лёше, Лёша получил гражданство, а супруга была без работы, второй ребенок родился, работал он в пекарне, там немного платят, а жена была без работы. И он посчитал, что я на Украине имею свое жилье, меня оттуда никто не вытолкнет, когда детки немножко подрастут, я опять перееду. Да, и он поехал, имея украинское гражданство, имея португальское, и он поехал, как бы вернуться, да. Судьба теперь мне его неизвестна, если увижу, значит, узнаю, чем это закончилось. Но, как правило, те, кто остался, ну, кто-то работает страховым агентом, кто-то работает в банке, мы пошли все учиться. Вопрос в том, вы сюда зачем приехали? Подержать лопату и купить себе квартиру? Или сделать ремонт? Или ребенка выдать замуж? Или оплатить обучение? Какая была цель? Я ехал не на заработки, я хотел просто попытаться начать жизнь в Европе. Поэтому цель у меня была совершенно другая. А так люди заработали, масса примеров, которые там сделали ремонт, купили новую машину, ребенок отучился, потом на свадьбу заработали денег, потом решили, все есть, поехал. Посидели, почесали, проели деньги и обратно. Но потеряв уже место работы, может быть, позиции свои. А те, кто остались, соответственно, что они неплохо себя чувствовали. Но это не год, не два, не три, не четыре, не пять, наверное. Нет, слушайте, одна и та же история, что в Америке эмигрантов, что в Германии эмигрантов, по всему миру. Начинаешь с ноль, если нет программ, по которым ты выезжаешь. Это, грубо говоря, лопата и стройка. Тебя никто не ждет. Я скажу так, что технически нет, но если вы добрались сюда, то вас пленить никто не будет. Пленить. Плен никто не возьмет. Никто не пленит. Наручники вам не оденут. Вас отведут в участок, посмотрят, что за вами пальцы снимут. У португальцев хорошая биометрия. Все равно нет той программы, которая была, когда можно было бесплатно слетать на Украину с депортацией или в Бразилию. Отправляли за свои деньги, да? Да. Ну и гуляй дальше пока. Сделаешь криминальную какую-то, попадешь в криминальную историю, поедешь в другое место. Либо по дому, либо здесь. На два, три, пять, шесть. Ну, в зависимости от того, что сделаешь. Я понимаю, что здесь даже никуда нельзя следить, здесь можно оттаспортить, вы лежите там работаете? Ну, я так приехал. Не было никакой легализации. Ну, входили мы на нас. Ну, полиция поймала нас. Полицейский участок здесь, возле театра Марии 2, там можно зайти, они там есть. Ну, и что нас сделать? Ну, посмотрели, отпустили. А, и все, даже ничего никак... Нет, вам сказали, что вы должны найти деньги и уехать за свои. Никуда мы не отправляют. Ну, нет денег. Ну, нет денег. А потом, если нашел работу, перемучился, как-то Мария Святая помогла, Санта Мария, чудо явило. Зацепился за работу. Конечно, надо пахать. И наш, например, шеф сказал, сказал, я не хочу нелегалов. И обратился к своему адвокату. Есть фискальный номер. Он пошел, добился, добился. Это самое основное. Называется НИФ. Фискальный номер. И у нас были фискальные номера. И он начал отчислять в социальные службы. То есть в никуда. То есть мы по ним вообще ничего не можем получить. Он сказал, ничего, ничего. Вы не пострадаете. Это будут официальные заработные платы. А вот как президент придет новый. И двинет это дело. А мы документчики раз. И через годик это случилось. То есть тема сейчас. Эмигранты. Такие же трюки они проходят. То есть, грубо говоря, начинаешь платить. Если у тебя есть это. Ты платишь, 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 платишь. Ну там, с той зарплаты надо договориться. Чтобы я не хочу в черную. Я хочу быть честным человеком. И начинается в социальные службы идти наполнение. И они уже сейчас бегали здесь по центральным улицам. Говорили, что мы уже два года платим. А нет очередной легализации. Значит, если повезет снова, будет опять волна легализирована. Но это не тех, которые... Здрасте, я хотел бы. Я приехал к вам. Да, я находился нелегально. Да. Меня спрашивают, как ты въехал? Нелегально. По какой визе? Туристический срок. 21 или 22. Я уже не помню. Там давно было дело. Есть паспорт. Есть паспорт. Ты работаешь? Да, работаю. Кто тебя взял? Он. Он не имел права. Нет, но адвокат, просмотрев законы, нашел дыру, по которым можно работать. И мы начали платить деньги. Вот. То есть я был честный человек. Я работаю. Я отчисляю. И хотел бы остаться в вашей стране. Рассмотрите мой процесс. Процесс рассмотрел. Нам дали сразу визы. И мы потом их продолжали. Просто в Испании 2-3 года у меня там поселенности такой закон. Вы слышали? А здесь, получается, можно сразу... Если ты нашел работу, у тебя кто-то взял, ты можешь сразу... Если... Если... Я сейчас тоже не в курсе по этим делам. Я знаю, вот что могу сказать по этому делу. Там были штрафы, если я бы взял на свое предприятие людей нелегальных. Это 5 тысяч евро я должен был отдать. И я знаю случаи, когда, вот, например, вы... Опять же, моего друга португальца. У них хороший, как бы, ресторан, комплекс. Он давно знает одного жителя Украины. И как бы тот приезжал, уезжал, приезжал, уезжал. Потом захотел легализироваться. И он ему сказал, слушай, делаем такой ход. Ты едешь себе обратно на Украину. И не нарушая миграционных законов, должен выехать. Я, как предприниматель, начинаю на биржу труда отправлять запрос, что мне в мой ресторан нужен помощник. И ставлю самую-самую минимальную плату заработную. С цен припиской и оговорок. Соответственно, на протяжении месяца 2-го, 3-го, 4-го у меня из биржи труда кандидатов нет. Я гордо заявляю об этом. Я заявляю о том, что у меня есть человек, который живет на Украине или в России, который готов выполнять эту работу. И он уже был здесь. То есть у нас есть какие-то... Я бы хотел, чтобы он был. Я подаю официальный запрос. И через посольство той страны человек приезжает туда, не тратя больших средств на собеседование, получает рабочую визу и приезжает сюда. А там я ему продлеваю. Но это, опять же, надо сделать просто... Скажу, это идеальный вариант. Когда вы приехали сюда, как хотите. Ну, как хотите. Не важно. Если не повезло, пройти прямым ходом. А вы просто смогли с кем-то, через кого-то, каким-то образом понравиться какому-то рабочему. Например, вы классный сварщик днищ или внутренних частей кораблей, там, 6-го разряда. Или вы там классный токарь, где... Ну, что-то у вас есть то, что меня заинтересует. Или вы там, знаете, 150 языков, и вы там можете клиентов привлекать и так далее. Я бы хотел видеть вас. И если я порядочный человек, я не поленюсь сделать вот так. И вызову вас на нормальных официальных условиях. И вы спокойно вредите, получите документы. Потом перевезете свою семью по воссоединению с семьей, с первым поколением, ну, скажем так, с самой близкой. Они также все легально. Ко мне приезжала жена, она также пошла на работу там, где работал я. Просто еще был клуб очень большой, назывался Бинго. И она там работала долгое время. Потом и подружка приехала. Вот сейчас муж ее звонит, португалец. Видимо, надо праздник отметить. Сегодня хороший день. И я сказал, что это моя сестра. А хозяин сказал, ты же говорил, сестры нет. Говорю, появилась. И ей документы сделал. Ну, я просто... Он получил то, что он хотел с меня. Я по 15 часов в день работал. А я получил то, что я хотел. Ну, когда я сказал, что по 15-м много, он обиделся. Понятно. А здесь вы живете от такого, что вот там, как в России тоже было, там с утра до ночи, должен там похватиться там визу. Не скажу, я уже как бы с этим делом не связан. Но думаю, если тебе предлагают немножко деньги, а тебе они очень нужны, люди идут на все. Наоборот, по законодательству этого нельзя. Ну, мне кажется. Слушайте, ну, честное слово, просто позвонить сейчас ребятам, спросить, сколько тебе народ работает часов? Ты им платишь или не платишь? Ну, мне это не интересно, как там эмигрируют сегодня. Просто, ну, вот я пришел к вам, вы мой знакомый того времени. Я у вас страховки беру, какие-то вопросы выясняю на автомобиле, там, как страхуются. То есть мы как бы с вами уже, другие интересы у нас, ну, немножко другое. Строительство и вот эти всеначальные стадии, они не с вами уже. Полно, понял. Игорь, а вот какие вот здесь законы берут? В Испании, например, там все законы, женщины на первом месте, а там мужчины после собаки, вот так как я вот так говорила примерно. Здесь законы тоже такие, здесь больше женщин в Португалии или нет? Не думаю. Они защищают в последнее время, потому что мужья поднимают руки и я буду опять же зайти примером. У меня была группа туристов и так сложилось, что они ночью еще отдыхали всей группой. И потом одна семейная пара подралась. Причем била его жена билой чемоданом. Это русский горячий, да? Да, из россиян. Утром, собирая группу, я увидел, что, ну как, одного человека вообще нет, ее. Правда, мы поняли, что она забрала у него все карточки кредитные и такие. И вот была в госпитале, в неизвестный госпиталь, а у него лицо было побито. Девочка, которая была у нас водителем профессиональным, кстати, ее сестры здесь на таких байках ездят, потому что вся семья работает в полиции. А она была водителем от одной компании туристической, португальской. Она первая сказала, не дай бог, а мы должны были ее найти в госпитале, где ее принимают. Мы же не знали, что с ней. Но того парня, я видел, у него, ну как бы, лицо было, ну, отмечено этим. Ну, нос не сломан, синяком не было. Но такие шрапнелью его зацепило. То есть были порезы от когти и так далее. А она сказала, что она уезжает вообще, ну, еще в госпиталь, потому что он ей руку сломал. Руку сломал? Руку. Я говорю, а у нас плановая экскурсия, это означает, что, хотя это все друзья, это как мы будем делать? Соответственно, старшая группа сказала, что я, наверное, сейчас с тобой, мы в такси и по госпиталям. А автобус, ну, уже без гида, поедет наслаждаться красотами страны. А девочка, это полицейская, сказала, подождите, я сейчас быстренько обзвоню госпиталя и по своим каналам посмотрю. И она очень оперативно нашла в госпитале, что эта женщина, ну, молодая девчонка, сейчас там. И мы в этот госпиталь прям со всей группой автобусом подкатили. И ее поймали в приемном. Оказалось, что не он ей руку сломал, а это она так его била рукой, что у нее там какие-то были проблемы. И мы сразу ее предупредили, если ты скажешь, что он тебя бил, то его посадь. Ну, как, будет разбитать, а вы дальше никуда не поедете. Из-за насилия имеется в виду, что мужчина бьет женщину. Поэтому женщину у нас защищают, но насилие на бытовом уровне не существует. Есть даже такие моменты, что женщина может просто пропасть, если муж регулярно избивает ее. Ну, вот вы сидите у себя дома, да, и слышишь, за стеной каждый вечер с 11 до 3, женщина плачет, а тут окричит. По поводу кто главный, и да, и нет, как и в России, скажу. Все одинаковое во всем мире. То есть культа такого матери, вот, в зависимости, какой португалец. Одни уважают, вторые не уважают. Ну, есть понятие у нас в домах, например, что... Вот, кстати, интересная вещь, что если вы работаете, а ваша супруга не работает, она имеет право не считаться безработной, а ее называют дом на доказа, то есть хозяйка дома. Она вам одежду стирает, она вам все там, что нужно делает, и она как бы при деле, то есть она не безработная. Когда она захочет или вы от нее уйти, то имущество фифты-фифты. А, ну это как, значит, что это братьям будет, да? Да, например, вы нашли себе молодую, красивую, говорите, слушай, у меня будет другая дом на доказа, или на работу ходить. Она имеет право через адвоката решить эту проблему. Либо, либо вы скажете, слушай, мой дом очень большой, я там вложил несметные сокровища. Тогда вы должны ее содержать, оплачивать ей съемное жилье и давать деньги на еду. Я пока с другого замуж не выйду, да? Нет, нет, если вы скажете, что я нашел себе другую и не хочу, чтобы ты проживала в нашем доме, который мы строили давно, когда мы были еще бедными, несчастными людьми. Вы должны ей найти жилье, вы должны ей обеспечить ее и так далее, и так далее, и так далее. И до конца ее дней вы будете заниматься этим. Вот у меня девочка одна из Брянска, она сейчас с парнем живет, они живут в Монтижу. У него есть жена, у нее, у этой жены, двое детей, у нее дом, у него дом, дети живут там, и он снабжает их. Пока не знаю, чем закончится, все-таки россияне, там смешанная пара России и Украины, Россия и Украина, но не знаю. Ну то, что есть такие по закону, это можно так. А вот то, что, например, приехали, ну там, ну, женились они там в России и в Украине, там, по закону одним, а живут здесь, например? Вот эти законы, они как-то... Это я такой, это я такой. Как ты это удивляешь? Это, например, ну, женились там, ближе к другой стране, а то, а тут по покупать когда-то... У меня есть свидетельство о браке, но здесь это свидетельство не проходит. Я пару месяцев назад дал 120 евро, чтобы и здесь как бы узаконить свои отношения, но технически это не важно. Потому что можно быть не замужем или не женатым, но если вы два года платите вместе свет, газ, воду и все остальное, это автоматически, что вы сожители. И имущество с того момента на 50 на 50. Если вы очень переживаете, что жена ваша утянет что-нибудь новое, ну, а-ля жена, тогда вы чеки или то, что было до воссоединения с ней, должны просто иметь. И сказать, вот этот диван я купил до встречи с тобой, когда мы переехали вот в тот дом, и этот телевизор я купил до тебя. Человек куда-то должен иметь, должен каким-то образом доказать, тогда сразу же это имущество не нажито за тот период времени. Такое тоже, если нормальный мужик, что там пену-то пускать-то? Господи, прости, если ты заработал это еще, ну, есть по-разному опять же все. Есть по-разному. Есть люди, которые просто собрался, ушел, оставил все и начал новую жизнь. Начал новую жизнь, пошел к друзьям, там есть усадьба, и дали тебе комнату. Ну, там живешь, все жене, все дети. Я вот сейчас имею в виду тот момент, например, в Испании просто я вот тоже, ну, общался. Там, получается, мужик, он уходит же в трусах, получается. Ну, так вот, подоконно. Если я не хочу, я не уйду в трусах. Ну, например, если у меня трудности, почему я должен уйти в трусах? Мы должны как-то цивилизованно разойтись и не обидеть интересы друг друга. А почему может и женщина уйти в трусах? Я сделаю так, имея власть, имея предприятие, имея средства, я расскажу, что ты вообще ноль. А, ну, в основном, здесь закон-то идеальный на стороне женщины. Закон, если вы идете по закону. Там включается такой парень, адвокат, и он требует денег. А женщина, которую вы содержаете последних 20 лет, и она была при вас, я не думаю, что ей так просто будет вас задвинуть в одно место, понимаете? Если я непорядочный человек, то у нее шансы нулевые. Нулевые реально. Хотя я знаю некоторых россиян, которые задвинули португальцев и забрали у них все. Это какие-то примеры какие-то? Ну, я говорю, в конкретном примере, что было А, Б, С, девочка, не зная хорошо португальского языка, рассказала португальцу, кто мы такие. Ну, такой пример тоже есть. Просто проявляла смекалку и так далее, и, скажем так, стала богаче. Стала богаче? Да, а потом еще раз богаче. А что здесь с медициной вообще? Медицина, скажу так, все, что там пишет Википедия, там есть правда-неправда. У нас португальская медицина сегодня на 9-м в Европе, 12-м в мире. Но, но, опять же, брали деньги. Есть центры здравоохранения, они находятся в противозачаточном состоянии. Имеется в виду. Пришел, врачей нет. Пришел, уже не принимаем. И ты едешь в госпиталь, у меня ожидание в госпитале 4.30, 4.45, я засекаю. Когда тебя примут, потому что и цена в центре 5 евро за обслуживание. Это длинная тема. Я сейчас пытаюсь как-то это все оформить. Вот где живу я? Сегодня очередь, чтобы получить семейного врача, первичный центр здравоохранения. Поликлиника бесплатная. Мы говорим про... Сейчас ведем речь только о бесплатной. 12 тысяч человек. Когда я обратился к директору центра, он сообщил мне, что тебе пока еще не предвидится много-много-много-много лет. Врачей сократили. Пришли терапевты из России и Украины. Некоторые тренировали сборную, как были врачами при сборных, например, по баскетболу или гонболу. Работают здесь недалеко, в городе Алмада. Есть ребята-терапевты из Украины. То есть врачей нехватка. Откуда берут? Куба, Ангола. Это врачи, которые... Врачи, но я потом все объясню. И сказали мне, что технически у тебя не будет семейного врача. Технически не будет. Мой ребенок случайно в 13 лет, это 14-15 лет назад, пошел в центр и просто написал заявление. И в декабре этого года у меня звонок. Добрый день. Я врач вашего ребенка, потому что мы как бы агрегат-фамильяр, то есть мы еще как бы вместе проживаем. И я буду семейным врачом вашей дочери. Молодая девчонка. А потом я сразу побежал к ней и написал ей, и сказал, что а нас возьмете? Почему нас возьмете? Она имеет право взять или не взять. И также вы имеете право отказаться от семейного врача и искать другого. И в другом центре, если хотите. Ну, в каком-то другом центре, я не знаю. Ну, не в вашем регионе, а искать там, где меньше, больше и так далее. И я наконец получил семейного врача и ушел от платной медицинской страховки. А раньше платной медицинской страховки не было, да? Да, нет, не была раньше, потому что план был таков. У вас что-то болит. Вот я не снимал, надо просто, если я еще раз попаду, я буду снимать, чтобы это просто интересно будет увидеть. В центр «Свой здоровье» в городе Аммора, тут недалеко буквально, я приходил в часов 5.40, 5.50. А женщина в темноте сидела на раскладном стульчике первой, на будущую очередь, потому что в центр открывается. А потом, когда толпа уже вся, 4 талончика говорят, и парень говорит, до свидания всем, принимаем детей, стариков, все остальные в госпиталь или записывайтесь вперед. Так было раньше. Сейчас по интернету уже перевели, это гораздо немножко проще, если есть врач, если нет врача, тебе надо срочно. Ты не можешь заранее договориться, вот встань в очерке и стой, примут, примут, не примут, не примут, не примут. Болит тебе А, Б, С, если серьезно, в госпиталь, там будешь сидеть, там уже, если серьезно, или есть что-то серьезное, там посмотрят, и машина так же подъедет, заберет. Поэтому у нас сколько дежурных терапевтов, должно было 4, стало 2, а много детей маленьких, там животик болит, что-то еще, ты будешь последним. То есть добиться, я сразу, едешь в госпиталь, не 5, а 18, сразу пошел 2 часа гулять, в третий час гуляешь, госпиталь работает таким образом, аварии, инсульты, инфаркты, срочно кого принимаем, все остальные там такие, верочки. И говорят, классно принимают, а тут в новостях была, женщина показывала, 35 часов ожидания. Вечером приходят друзья к вам, анекдоты, и вы сидите себе, ну, группа поддержки. Можете брать подушку, я делаю все, и если что-то срочно, срочно, если не срочно, платная медицина туда вам дорога. Терапевт не хочет понимать ваши проблемы зачастую. Были курьезы, когда врачи у меня, группа врачей, я рассказываю о том, что, говорю, у меня колени болят, он говорит, волтерен. Волтерен масс, я говорю, температура уже на 34, она говорит, ты с Востока. Я говорю, доктор, у меня 36, она говорит, это другой. Это вам прямо так врач говорит. Ну, то есть, а вот семейный врач, когда я попал к семейному врачу, я вышел с анализами серьезными, направлениями, и я целый период какой-то времени провелял все, 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 что я недопроверил. Это бесплатно тоже, да, получается? У нас две вещи, есть платная и бесплатная. Вот когда у вас есть семейный врач, бесплатная, все очень неплохо. Есть еще врач классный. А у меня девочка молодая, Рут Суареш, и у нас очень дружественная беседа, и она говорит, ты это не делал, не делал, давай-ка анализ. Это делал, не делал, давай-ка анализ. И я по интернету записываюсь, она не всегда может принять, но интервал где-то там в 20-25 плановых обследований, то, что мы с ней договорились делать. Или она мне посчитала, что вот сейчас у тебя с этим не так, это не то, мы делаем там, 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 и потом посмотрим, что будет. А терапевт, кто их принял, у него время ограничено, до свидания и все. Платная медицина, мы платили 79, где-то до 100 евро мы платили за двоих. Но это те же врачи, которые утром работают с вами, а вечером работают в клинике А, Б, Ц, Д, Е, Ж, З, К, Л, М, Н и так далее. И там он уже более внимательный, но сегодня нужен терапевт или кто-то узкоспециализации, специалист какой-то определенный. А он в этом клинике нет, надо ехать вот в ту клинику. И вот начинается это, но деньги с тебя снимают, и сразу страховку ты не получишь. У нас есть период, называется каренция. То есть, когда три месяца ты платишь, только потом начинается. Когда у меня случилось то, что мне нужен был врач платной, получилась та история, что они сказали, что мне там тоже надо подождать. И я, глубоко возмущенный, сообщил о том, слушайте, ребята, я вам плачу деньги, в чем проблема? Они говорят, ну вы должны немножко подождать. А у меня сейчас коллега, Оленька, сказала, что у них, она начала жить с одним парнем из Бразилии, то есть, у них как бы идет все к семье, и все хорошо. У него есть врач, и она сказала, я с платной тоже ушла, потому что 2-3 ситуации были неприятны, когда ты платишь деньги, а сервис не получаешь. То есть, тот, который должен быть, а ругаться, когда тебе что-то болит, оно тоже... Получается, платная и бесплатная, звучит только тем, что чуть-чуть быстрее очень, да, идет так? То есть, понимаете как, когда тебе болит, а ты в госпитале сидишь, 4 часа с половиной, оно не прикольно, но это как бы бесплатно, и помощь окажут профессионально. Там тоже окажут, но можно посидеть час. То есть, разница только во времени, но в деньгах существенная. Ну, страховки тоже есть разные, то есть, надо проверять, просматривать, какие опции, то есть, надо как бы грамотно посмотреть, что у тебя задекларировано. Например, ты идешь по тарифу 15 евро за любую консультацию, или ты идешь там, плановые какие-то операции, все равно там даже со страховкой у тебя есть какие-то части, которые ты должен доплачивать. Или бесплатно, если это бесплатно, все равно части, которые ты доплачиваешь. То есть, операции не стопроцентно погашаемые. То есть, есть то, что ты должен давать, там платить и бла-бла-бла-бла. Вот сейчас, например, вот я буду опять же только про себя говорить. У меня проблема перегородок мясовых, а терапевты никогда не дадут вам томограф, ну, чтобы проверить, что там, что поломанное и так далее, или там проблемы есть какие-то, которые нужен вам томограф. И терапевт дежурный скажет, ну, мне говорил так, какие основания есть у вас для того, чтобы я выписал вам такой дорогостоящий анализ? Ее слова. Мой семейный врач сказала, сейчас, она пошла к директору центра, поговорила с ним, потому что он должен визировать. И она сказала, вот тебе на томограф 16 евро. Я сделал томограф, потом меня в госпиталь направили, они посмотрели, сказали, мы видим, что у тебя А, Б, С. Мы можем, мы можем сделать тебе операцию, но на плановое надо ждать месяц, два, три, четыре, пять, шесть. Ого, да? Ну, до девяти месяцев потом государство сливает это все в частные клиники и частным клиникам оплачивают. В зависимости, что у тебя, какая проблема, может ли ты ждать. Это все тоже варьируется. И человек мне говорит, я тебе скажу так, гарантия, что все будет окей, это до 70%. Что не надо будет повторной и не факт, что ты эту проблему потеряешь. Город Лиссабон получил в 2018 году туристический остров. Если брать Европу, то город Лиссабон – это лучшее из лучших, что стоит посетить. Хотя есть другие континенты, и там были определены другие победители. Хотя подробнее мы вас познакомим на нашей страничке, вы все это увидите. И таких нюансов по стране очень много. Порта выигрывал в 2014, 2015, 2017 от версии Лоли Плейнер как лучшее место отдыха для европейского туриста. Ни российского, ни украинского, ни белорусского. Европейского. И порта еще тот город, который стоит посетить. Друзья, кто захочет посетить город Лиссабон в компании с Игорем, я оставлю его контакты. И у Игоря есть свой канал на YouTube. Тоже ссылочка будет в описании. Счастливо. Спасибо. Всего хорошего. Счастливо. Счастливо.